Разве пример Шимаи и Автальона позволяет заключить, что евреев праве назначить над собой нееврея? Приведенная цитата из Мишны, сута 41 Алиф, ясно показывает, что царь Агриппа не мог быть царем, хотя весь народ провозгласил «ты наш брат». Уже по этой фразе видно, что они приняли его власть. Однако мудрецы говорят, что многие умерли в тот день, когда польстили ему, и в тот момент евреи навлекли на себя уничтожение, залезть Агриппе. Если одобрение людей снимает запрет, а власть Агриппы была одобрена, почему народ навлек на себя уничтожение за это? Ответ может быть только один. Тора прямо запрещает назначать неевреев на судейские и любые другие должности. Это прямой хилул Гашем. Стих Шмот 21.1 Вот законы, которые ты должен поставить перед Израилем, учит, что даже если неевреи судят так же, как евреи, мы не должны идти в их суды. Вот как этот стих комментируется в Танхума Мишпатим 3. Перед ними, а не перед неевреями. Откуда мы знаем, что когда евреи истцы знают, что неевреи разбирают дела согласно еврейскому закону, им все равно запрещено пользоваться их судами? Сказано, которые ты должен поставить перед Израилем. Перед Израилем, а не перед неевреями. Кто отвергает еврейских судей ради нееврейских, отвергает Бога и Тору, как сказано. Их силы не как наш сильный, хотя наши враги сидят в суде. Дворим 32.31 Смотри так же Танхума, там же 6 И Гитин 88.Бет Рамбам приводит этот закон Гилхот Санедрин 26.7 Если кто-то обращается к нееврейским судьям и в нееврейские суды, то даже если их законы подобны нашим, он – Раша, нечестивец. И это тоже, как если бы он богохульствовал и поднял руку против Торы Моше. Дело в том, что само принятие авторитета неевреев и их законов, пусть даже они и подобны Торе, является Хилул Гошем. Еврею запрещается добровольно принимать на себя нееврейские законы и предписания нееврейских судей. Цитата Их силы не как наш сильный, хотя наши враги сидят в суде. Конец цитаты Раша объясняет Шмот 21.1 «Когда наши враги сидят в суде, это свидетельствует о превосходстве их божества». Конец цитаты Вот ясное подтверждение запрета назначать нееврейских судей в Израиле, даже если они судят по Торе. То Раш Лема, комментируя этот стих, цитирует Рабейну Йосефа Бехор Шора. Наши мудрецы комментируют «Перед ними, а не перед неевреями». Как сказано «Из твоих братьев ты должен назначить царя, ты не можешь назначить иностранца, которые не из твоих братьев». Дворим 17.15 Тора предостерегает нас от того, чтобы назначить нееврея судьей над Израилем. Конец цитаты Поступать подобным образом значит совершать огромную ошибку. Это пренебрежение законами земли Израиля и народа Израиля. Упаси Бог, чтобы мы давали неевреям власть в Израиле. Как мы увидим ниже по поводу Шимаи и Автальона, среди мудрецов не утихает полемика, что уже лишает оснований использовать этот случай как прецедент для назначения неевреев. Если наши мудрецы разрешили добровольно назначать обращенного, то это лишь потому, что запрет назначать обращенных на руководящие посты основан на мнении мудрецов, а не на прямом прочтении какого-либо стиха. Однако, что касается назначения неевреев, то прямые стихи на эту тему есть, и они требуют отделить таких людей от еврейского общества. Отделение является частью его повинности. Этим он провозглашает, что не претендует на владение землей. Ясно, что в такой ситуации ни о какой власти над Божьим святым народом не может быть и речи. С другой стороны, обращенный является евреем во всех отношениях. Единственная причина, почему он не может занимать руководящий пост, состоит в том, что власть должна принадлежать элите общества. Тогда как обращенный еще недавно был неевреем и не входит в этот круг. Следовательно, с некоторыми оговорками можно утверждать, что если обращенный принял Тору, исполняет заповеди, живет среди нас и во всех смыслах является евреем, то по решению общины он может занимать руководящую должность. Но даже при этом он не может стать царем, потому что царь – это элита элит, и забывать об этом общество не вправе. Вот почему в случае с царем Агриппой народ согрешил. Однако ничто из сказанного не имеет отношения к нееврею, положение которого сильно отличается от положения обращенного. Не еврей не является членом еврейского народа. У него нет части в земле Израиля, и заявления о том, что он может получить руководящий пост, просто смешны. Если подобное происходит, это можно сравнить с идолом в храме, с капитуляцией Торы перед нееврейской культурой, да с милостивица над нами Бог. В любом случае, нам важно прояснить, были или нет Шимайя и Автельон обращенными. Такое предположение основано на Гетин 57 бет. Цитата Как видим, здесь сказано прямо, Небузрадан был обращенным. Тоже говорится о Наамане, но об остальных, в том числе о Шимайе и Автельоне, говорится иначе. Потомки. Другими словами, сами они не были обращенными. Обращенными были потомки Санхерива, а Шимайя и Автельон родились уже от них. Следовательно, Шимайя и Автельон имели полное право занимать свои посты. Об этом же мы читаем в Юма 71 бет. Однажды первосвященник выходил из храма, и все следовали за ним. Когда они увидели Шимаю и Автельона, они оставили первосвященника и пошли за ними. Первосвященник сказал, идите с миром, язычники. Конец цитаты. Раша комментирует. Он обратился к ним уничижительно, потому что они были потомками Санхерива. Однако он не говорит, что сами Шимайя и Автельон были обращенными. Смысл презрительной насмешки первосвященника состоял в том, что они произошли от неевреев, а именно от потомков Санхерива, которые как раз таки были обращенными. Вавод 1.10 Тесофот Йом Тов проливает больше света на этот вопрос. Раби Леве Махарал говорит в своем труде Дер-Хаим. Говорили, что Шимайя и Автельон происходили из общества обращенных, что следует из Гетин 57 бет и Йома 71 бет. Однако это не означает, что они сами были обращенными. Будет это так, как они могли бы являться вельможей и главой Санедрина. Скорее, они были потомками обращенных, и их матери были, несомненно, еврейками. Таким образом, их можно было назначить на их посты. Хотя некоторые объясняли, что они сами были обращенными. Это грубая ошибка. Конец цитаты. Когда Раф Авадья Мебартынура, а вот там же, и Рамбам пишут, Шимайя и Автельон были обращенными, они имеют в виду, что они произошли от обращенных. В конце концов, Рамбам сам издал правило, запрещающее обращенным становиться судьями, и в нем не упоминается одобрение общества. Ни у кого из галахических авторитетов мы не найдем причудливую идею о том, что нееврей может получить руководящую должность с одобрения общества. Впрочем, этот вопрос требует очень внимательного рассмотрения, поскольку Рамбам в своем введении к Мешна Тора сам говорит, что Шимайя и Автельон были обращенными. Об этом же говорится и в Мешнает и Дует 5.6. Но даже если принять, что согласие общества позволяет наделить полномочиями обращенного, в любом случае это не касается нееврея. В отличие от нееврея, обращенный является полноценным евреем. Если нееврей хочет жить в Израиле, он должен отказаться от идолопоклонства, принять семь ноевых законов, дань и повинность. Тогда он получает статус, который большинство комментаторов называют Гертошав, иностранный житель. Если же нееврей поклоняется идолам, то ему вообще запрещено жить в Эр-Цесраэль. Цитата. «Не позволяй им жить в твоей земле, поскольку они могут ввести тебя в грех передо мной. В итоге ты можешь начать поклоняться их богам, и это станет смертельной ловушкой для тебя». Шмот 23.33 «Чтобы евреи не подверглись влиянию идолопоклонников, Бог запретил таким неевреям жить с нами в Эр-Цесраэль. Даже заключение союза с идолопоклонниками, при котором они будут мирно жить с нами в Эр-Цесраэль, является Хилул Гошем. Этим мы как бы сами начинаем служить идолам, упаси Бог. Именно об этом говорит Лек Ахтов. Шмот 23.32 «Если ты заключишь союз с ними, точно так же ты заключишь союз с их богами». Конец цитаты. Точно так же, когда Рамбам говорит о продаже и аренде домов и земель в Эр-Цесраэль не еврею, описывая доброжелательное отношение к ним ради сохранения мира, он оговаривается. Все вышесказанное применяется только, когда мы в изгнании среди народов, либо когда народы сильнее Израиля. Но когда Израиль сильнее их, нам запрещено оставлять среди нас неевреев. Нееврею запрещено даже жить временно в Эр-Цесраэль или просто проходить через нее по делу, если он не принимает семь ноевых законов. Если он их исполняет, он герто-шав. Мы принимаем герто-шав, только если функционирует цикл юбилейных лет. В другое время мы принимаем только полностью обращенных. Илхот Аводазара 10.6 Когда Рамбам пишет, что нееврею запрещено даже проходить через Эр-Цесраэль, он опирается на Медраж Гагадол, Шмот 23.33. Но Раават Илхот Аводазара там же придерживается иного мнения. Цитата. «Я никогда не слышал об этом раньше». Конец цитаты. «Как бы то ни было, идолопоклонник не может жить в Эр-Цесраэль, потому что Бог требует от нас заставить живущего с нами нееврея соблюдать семь ноевых законов. Как говорит Рамбам, Моше заповедал нам от Бога заставить все человечество признать заповеди, данные Ною». Илхот Мелахим 8.10 «Если нееврей отвергает идолопоклонство и принимает все ноевы законы, это Гертошав». Об этом говорят мудрецы, Аводазара 64 Алиф также определяет и Рамбам. Более того, в Гилхот из Сури Биа 14.7 Рамбам пишет «Кто такой Гертошав? Это не еврей, который взял обязательство не поклоняться идолам наряду с другими заповедями, данными потомкам Ноя, однако не принял обрезание или погружение. Мы принимаем его, и он среди праведных неевреев. Почему он назван Тошав, житель? Потому что нам разрешено поселить его среди нас в Эрцисраэль». Конец цитаты. Чтобы стать Гертошав, нееврей должен дать слово еврейскому суду исполнять семь ноевых законов. Как писал Рамбам, «Тот, кто их принимает, называется Гертошав во всем Талмуде, что подразумевает, что он принял их перед судом трех». Гилхот Малахим 8.10 Недостаточно просто отвергнуть идолопоклонство и язычество. Нужно еще и объявить об этом перед судом. Об этом говорит и Ритва Макот 9.10. К неевреям применялись три выражения. Гертошав, иностранный житель, Бен-Ноах, потомок Ноя, и Гой, нееврей. Гертошав – это тот, кто пообещал перед еврейским судом исполнять семь заповедей, заповеданных потомком Ноя, как говорится, во вода зора. Это дает ему право жить среди нас. Следовательно, он назван Тушав – житель. Это не еврей, которого мы обязаны поддерживать. Как сказано, «Когда твой брат обеднеет и потеряет способность поддерживать себя в обществе, ты должен прийти ему на помощь. Помоги ему выжить». Это включает, как обращенного Гер, так и иностранного жителя Тушав. Вайкра 25.35. Конец цитаты. «Итак, твой брат – это еврей и обращенный, и есть еще Гертошав». В Турат-Куанин Беар-Прошата 5.1 говорится, «Гер относится к обращенному Тушав-киностранцу, который ест некошерную пищу». То есть, Гертошав. Ритва продолжает. «Бен Ноах – это тот, кто не принял эти заповеди в еврейском суде, однако мы знаем, что он соблюдает их самостоятельно. Нам не заповедано поддерживать такого человека, равно как не должны мы опускать его в яму, умерщвлять своими руками. Стамгой, полный нееврей, это тот, кто не соблюдает семь заповедей. Нам разрешается опустить такого человека в яму, пока это не доставляет нам проблем, либо как-то иначе умертвить его, если имеется в этом необходимость». Конец цитаты. Рамбам, Макот, там же, тоже определяет Гертошав, как того, кто обязался перед еврейским судом исполнять семь ноевых законов. Из этого следует, что Гертошав – это только тот, кто пообещал еврейскому суду исполнять семь ноевых законов. Только такой человек может жить с нами в Эрец-Исраэль. Это правило предполагает, что нееврей обязуется исполнять часть Торы. По сути, поэтому он и должен предстать перед еврейским судом. Рамбам пишет, Илхот Малахим 8.11. «Кто принимает семь заповедей и тщательно исполняет их, находится в числе праведных неевреев, и у него есть часть в будущем мире. Это зависит от того, принял ли и исполняет ли он их, потому что Бог заповедал их в Торе и сообщил нам через Моше, что потомки Ноя уже получили эти заповеди. Если же он исполняет их, потому что они логически убедительны, тогда он не гертошав и не находится в числе ни праведных, ни мудрых евреев». Конец цитаты. Исходя из этого описания, даже если нееврей заявит о готовности исполнять семь ноевых законов перед судом, но при этом им будет двигать не стремление исполнять Божьи заповеди, а что-то иное, то он не получит статус гертошав. В данном случае Рамбам опирается на Мишнат Раф-Элезер Парша 6. Хотя этот источник говорит о праведном нееврее, для Рамбама этот термин синонимичен термину гертошав. Я полагаю, что этот закон опирается еще на один источник, а именно Танхума Шмени 8. Цитата «Заповеди были даны только для того, чтобы очистить человечество и Израиль, как сказано, Слово Господа приносит очищение». Таилим 18.31 Мы можем спросить, почему здесь упоминается человечество? Скорее всего, речь идет именно о семи ноевых законах, как эквиваленте заповедям, данным Израилю. Как израильтянин должен соблюдать заповеди только из желания выполнять волю Бога, так же должно поступать и остальное человечество в отношении к ноевым законам. Я уже говорил, что Тора налагает ряд ограничений на тех неевреев, которые хотят жить в земле Израиля. Рамбам упоминает дополнительное ограничение Илхот Абадазара 10.3 Мы не продаем им дома и поля в Эрцисраэль, а так же не сдаем их в аренду. Почему наши мудрецы ввели запрет относительно полей? Это потому, что сдача в аренду неевреям имеет два отрицательных последствия. Это уменьшает десятины и дает неевреям опору в земле Израиля. Мы можем продавать им дома и поля вне земли Израиля, потому, что это не наша земля. Это ограничение основано на Абадазара 20 алиф. Ты не должен обращать на них никакого внимания. Ле Тиханем Дворим 7 2 Не давай им опоры Ханая в земле, иначе не приписывай им красоту. Раши сказал, не говори, какой хороший этот нееврей, иначе не давай им бесплатных Хинам подарков. Конец цитаты. Дальше в Талмуде подводится итог. Все формулировки верны. Современные раввины решили отменить эти положения. К сожалению, по каким-то причинам некоторые из них пришли к выводу, что продавать поля и дома неевреям можно. Я абсолютно убежден, что они совершают роковую ошибку, не понимая принципы земли и народа Израиля. Нет никакой разницы между тем, чтобы дать неевреям опору и приписывать им привлекательные качества. Есть одна святая причина, почему это нельзя делать. Если мы понимаем, почему существуют земля и народ Израиля, мы не собьемся с пути сами и не будем сбивать других, давайте никогда не забудем, что Бог дал землю Израиля народу Израиля с определенной целью отделить его от других народов. Для этого Бог дал им собственную землю, где они могли бы жить обособленно. Он взял свой любимый народ и поместил его в свою любимую землю, и оба их наделил необычайной святостью. Как Израиль является самым святым народом на земле, так и Эрцисраэль благодаря ему является самой святой землей. Вот о чем мы читаем в Мишне Келим 1.6 Есть десять уровней святости. Эрцисраэль святее всех прочих земель. В чем выражена эта святость? В том, что Омер храмовое приношение ячменя, приносимое в Песах, Бекурим первые плоды, Иштей Алдехем храмовый хлеб приносятся из Эрцисраэль, а не из других земель. Об этом же пишет Рамбам Вилхот Бед Габхира 7.12 Мишна не уточняет, в чем состоит святость земли Израиля, зато она объясняет, в каких конкретных формах эта святость выражена. Естественно, Эрцисраэль неотъемлемо присуща святость, причем не важно, исполняют ли ее жители заповеди или нет. Хатам Софер использует этот аргумент при ответе на вопрос, кто лучше исполняет заповеди, житель Иерусалима или другого города в земле Израиля. Респонса Юрея Деа 234 Кажется, что суды могут заставить несогласного супруга идти в Эрцисраэль не из-за заповедей, связанных с Эрцисраэль и Иерусалимом, но по причине ее неотъемлемой святости, а также потому, что тот, кто живет вне земли Израиля, сравнивается с человеком без Бога, поскольку вся сила этого закона проистекает из неотъемлемой святости земли, нам нет смысла углубляться в дебаты по вопросам, применима ли во все времена первая святость, дарованная Эрцисраэль или в спор Рамбама с Раавадом по вопросу применима ли святость храма к нашему времени, так что зашедший в него подвергается отсечению. Это совершенно не место для подобных вопросов. Мы не разбираем вопрос, применяются ли заповеди или нет, может войти духовно нечистый человек или нет. Скорее всего, вопрос стоит о высшей святости. Иерусалим был вратами неба с начала времен, даже когда там жили Евусеи, а в земле Израиля были хананеи и ферезеи. Божественное присутствие никогда не покидало и не покинет западную стену, даже в этом уничтожении. В заключение все согласны в том, что Эрцисраэль и Иерусалим святы вечно от рассвета времен до конца дней. Это никогда не менялось и никогда не изменится. Конец цитаты. Итак, теперь нам становятся понятны две причины, по которым Тора запрещает продавать дома и даже сдавать в аренду землю неевреям, даже если они считаются праведными. Обе эти причины упоминает Рамбам, когда обсуждает запрет сдачи земли и в ход Аводазара 10.4. Это уменьшает десятины, первое, и дает им опору в земле, второе, первое, поскольку Эрцисраэль это святая земля, которую мы должны освящать нашими десятинами, как и всеми прочими заповедями, то как можно продавать ее или сдавать в аренду неевреям. Нееврей не платит десятины. Продав ему землю, мы уменьшаем ценность заповедей, а стало быть, и самой земли. Второе, купив или арендовав участок в Эрцисраэль, нееврей получает часть святой земли во владение и делает ее своей опорой в кавычках, что мы никогда не можем допустить. Что в данном случае понимается под опорой, это то чувство, когда нееврей считает, что нашел свое место под солнцем, свой собственный клочок земли. Но ведь Тора призывает отделиться от неевреев с их мерзостями. Если нееврей и живет в Эрцисраэль, то он должен понимать, что у него здесь нет опоры, его ничто не связывает с этой землей, он ничем в ней не владеет, что это не его земля. Он должен ощущать, что он лишь иностранный житель, а не гражданин, и живет он в земле другого народа, народа Израиля. Рамбам ясно дает понять там же, почему мы не продаем им, сказано, не обращай на них никакого внимания, дворим семь два, не давай им опоры в земле, поскольку у них нет земли, их жительство здесь временное. Все, что талмуды комментаторы говорят о первой святости земли, применяемой только в свое время, говорится только о связанных с землей заповедях, но не о самой Эрец Исраэль, которая свята всегда, вечно. Но за границами земли продавать участки не евреям и даже идолопоклонникам можно, по крайней мере, по этим же двум причинам. Другие страны и не святы, и мы ими не владеем, следовательно, мы не сможем в них обособиться от народов. Именно это хочет сказать Рамбам, там же 10.3. Мы можем продавать им дома и поля вне земли, потому что они не наши. Еврейство диаспоры должно содрогнуться, читая эти слова. Да поможет нам небо. Отсюда следует, что в этом отношении нет никакой разницы между членом семи народов и любым другим неевреем и герту шав. Пока Бог желает обособленности своего народа, стих «Не обращай на них никакого внимания» Дворим 7.2 применяется ко всем неевреям. Эту простую истину подсказывает сама логика. В то софот мы читаем Абадазара 20 алиф. В отношении того, чтобы давать им бесплатные подарки, хвалу и опору, нет смысла отличать между семью народами и остальными. Конец цитаты. Давайте никогда не забудем этот принцип. Каждый закон Торы, относящийся к неевреям, применяется ко всем неевреям, за исключением случаев, когда есть необходимость в развлечении. Точно так же нет необходимости различать между неевреем и Герто-Шаф в Эрец Исраэль за исключением подарков. О некошерном мясе Тора постановляет «Ты можешь отдать его иностранному жителю в твоих поселениях, чтобы он съел его, поскольку ты святой народ Господу твоему Богу». Дворим 14, 21 «Это нужно сделать только потому, что заповедь требует поддержать Герто-Шаф в нужде». Мы уже приводили комментарий мудрецов на стих Ваикра 25-35 «Ты должен прийти к нему на помощь, помоги ему выжить, будь он Гер или Тошаф». Торатку Аним Беар Парашита 5-1 говорит «Гер означает обращенный, Тошаф означает не еврей, который ест не кошерное мясо». Конец цитаты. Мудрецы объясняют Псахим 21 Бет «Это потому, что вы должны поддерживать Герто-Шаф». Как бы то ни было, даже в этом Тора проводит различия между израильтянином и Герто-Шаф, которого следует отделить от общества. Это видно из того, что Тора запрещает нам есть не кошерное мясо, но разрешает отдать его Герто-Шаф, потому, что ты святой народ Господу твоему Богу. Что касается других запретов, связанных со стихом, не обращая на них никакого внимания, а именно в отношении опоры и халы, то нет никакой необходимости различать между Герто-Шаф и любым другим неевреем. Это видно из того, что говорится в Тософот о семи народах и всех остальных и того, что Рамбам запрещает давать им опору в земле. Илхот Аводазара 10.4 Если у них нет земли, их жительство будет временным. Что касается стиха «Не приписывай им красоту», то у Рамбама мы находим следующее объяснение. «Это чтобы не подталкивать нас прилепиться к ним и учиться их злым делам». Конец цитаты. Если это так, а по сути в обеих названных причинах речь идет об отделении, то какой смысл отличать одного нееврея от другого? Никакого смысла просто нет. Об этом написал Хазан Иш Раби Бецалелю Золти главному раввину Иерусалима. Ковид Стора Шеба ЛП 11 страница 44. «Я не могу найти повода, позволяющего продавать землю как нееврею, так и еврею, заподозренному в продаже неевреям». Конец цитаты. Те, кто так поступает, пусть даже во имя заселения Эрц-Исраэль теряют куда больше, чем обретают. Есть только один способ сохранить Эрц-Исраэль – переносить страдания и уповать на Бога. Все сказанное вкупе с объяснением Истософот в отношении того, чтобы давать им бесплатные подарки, хвалу и опору, нет смысла отличать между семью народами и остальными составляет фундаментальный принцип. Мы не различаем между семью народами, другими идолопоклонниками, потомками Ноя и Герто-Шаф, если этого не требует какой-то конкретный закон. Поскольку заповедь «Заселить землю» была дана, чтобы отделить нас от народов, и все законы так или иначе служат этому отделению, ясно, что между семью народами и любыми другими нет никакой разницы. Точно так же нет никакой разницы между семью народами и измаильтянами. И те, и другие жили в этой земле, когда Бог привел в нее нас, и все они мечтают о мести. Следовательно, возможность подчиниться у них была только до войны, а как только война началась, им уже нет места в святой земле. Если повеление издворим 20.16 «Никого не оставляй в живых» распространяется в том числе и на измаильтян, тогда мы обязаны изгнать их или убить. В таком случае ясно, что если измаильтянин не уходит по доброй воле, он заслуживает смерти. Конечно, мы должны их заранее предупредить, чтобы они смогли уйти. И если таков закон, то это закон не только для царя или правительства, но для каждого рядового еврея. Мы читаем в Сефер Гахинух Митсва 528-529 Мы получили указание через запрещающую заповедь, что если мы находим какого-либо человека из семи народов и можем убить его, не подвергая себя опасности, то мы должны убить его. Семь народов это Хананеи, Ферезеи, Евеи, Евусеи, Хиттеи, Гергисеи и Амреи. И о них сказано Никого не оставляй в живых Дворим 20.16 Кого бы мы не нашли из них, они должны быть истреблены где находятся. Конец цитаты. Что касается оговорки не подвергая себя опасности, то речь идет об отдельном человеке. Если же речь идет о еврейском народе в целом, то этот принцип превращается в Милхемет Митцва, при котором опасность уже не играет роли. В Минхат Хинух об этом говорится в Митцва 425 Истребление семи народов из земли. Митцва 604 Уничтожение Амалека. А в конце добавляется, что комментарии Сефера Хинух требуют дополнительного исследования. Сефер Хинух утверждает, если отдельный еврей может не выполнять это требование, когда ему угрожает опасность, то для народа в целом эта обязанность актуальна во все времена и в любых обстоятельствах. Чуть выше в Сефер Хинух Митцва 425 423 приводится причина, «Почему нельзя оставлять в живых семь народов?» Поскольку эти семь народов корень и источник идолопоклонства, то тех, кто возвеличил все мерзости, столь ненавистные Богу, нам заповедано истребить из этой земли. Исполнение этой заповеди поможет нам, ибо мы уничтожим все их следы и не будем учиться их делам. Конец цитаты. Как доводы Абарбанеля и Орга Хаима, так и соответствующий закон показывают, что после начала войны семь народов уже не могут сдаться. Как только началась война, а семь народов не подчинили с Израилю, они должны быть изгнаны или убиты, согласно заповеди Бога. Если этого не сделать, народы, населяющие землю до Израиля, всегда будут считать ее своей и обвинять Израиль в воровстве. Это станет поводом для вечной ненависти к еврейскому народу. Вот почему нам заповедано не принимать их капитуляцию после начала войны. Как только началась война, у них остаются лишь две альтернативы убежать или погибнуть. Если кто-то из них откажется уходить, он заслуживает смерти. И это тем более так в случае, если такой человек открыто демонстрирует свою ненависть к Израилю, пытается уничтожить его и вернуть себе землю Израиля, прибегая к различным уловкам, не говоря уже об открытой вражде. Если такой нееврей совершает враждебный акт против еврея, он заслуживает смерти. Давайте не будем слушать ассимилированных эллинистов, попавших под влияние чужой культуры. Они стремятся проявлять милосердие к злодеям, которые лишь ищут повода поступить жестоко с милосердными детьми милосердных родителей. Эллинисты разгологольствуют о том, что нельзя убивать ни еврея, напавшего на еврея. Это лицемеры, проливающие еврейскую кровь, поборники милосердия глупцов. О них сказано «Доброта к народам грех» Мишлей 14.34 Милосердие к нечестивому жестокость там же 12.10 Их менталитет полностью противоположен нашему. Сложно даже сказать, что хуже брожение их ума или ассимиляция с народами, жертвой которой они стали. Мы должны четко понимать, что смертной казни за убийство еврея заслуживает даже не еврей, не относящийся к семи народам и даже за пределами земли Израиля. Санедрин 58 Бет Не еврей, убивший еврея, заслуживает смертной казни. Раби Ханина сказал, если не еврей ударил еврея по лицу, это тоже, как если бы он ударил по лицу Бога. Рамбам пишет Илхот Малахим 10 6 Если не еврей ударил еврея, даже если рана не велика, то он заслуживает смертного приговора, хотя мы не убиваем его. Согласно Талмуду, потомка Ноя можно убить только за нарушение одного из семи Ноевых законов, но не за другие грехи. Однако здесь речь идет о нееврее не из семи народов, который ударил еврея не из националистических, а из личных соображений. Если же нееврей Верет Исраэль ударил или поранил еврея из националистических побуждений, то этим он отверг еврейский суверенитет над землей, нападением на еврея он показал желание истребить евреев и вернуть себе землю Израиля. Конечно же, в данном случае такого нееврея может убить любой, кто его встретит, и чем быстрее, тем лучше. Промедление здесь недопустимо, что бы ни думало на эту тему наше презренное правительство и прочие шакалы, расхищающие виноградник. Ясно как день, что измаильтяне считают евреев ворами и потому всегда будут жаждать нашей крови. Они никогда не забудут о своей цели уничтожить наш народ и страну и поэтому они тоже подпадают под закон о семи народах. Когда мы мешкаем, не зная, как поступить с ними, мы проявляем милосердие глупцов, навлекая погибель на милосердных детей, милосердных отцов. Насколько же в большей степени это касается измаильтян, за которыми дурная слава тянется от самого их праотца Ишмаэля. Вот что ангел сказал о Гаре о ее сыне Ишмаэле. Он будет диким человеком, его рука будет на всех и рука всех будет на нем. Берешит 16.12 А вот что пишет раби Шимон бен Леви в Берешит раба 45.9 Совершенно дикий человек, потому что все крадут деньги, а он людей. Его рука будет на всех и рука всех будет на нем. Яд Колбо Следует читать не Колбо, но Колбо Он и собака Келеф равны. Как собака поедает трупы животных, так же поступает и он. Конец цитаты. Что касается стиха Берешит 21.9 Сара увидела, что сын Агари египтянки играет. В Берешит раба 53.11 об этом говорится. Раби Акива объяснил, играет мецахек может означать только сексуальный грех. Это учит тому, что Сара видела, как Ишмаэль ломает заборы садов, ловит жен, мужчин и насилует их. Конец цитаты. Именно так поступают и потомки Ишмаэля, арабы. В Кедушин 49 Бет говорится «Десять мер сексуального греха сошли в мир, Равия взяла девять, а остальному миру досталась одна». Мы узнали, раби Ишмаэль сказал «Играет может означать только идолопоклонство. Это учит тому, что Сара видела, как Ишмаэль строит жертвенники, ловит кузнечиков и приносит их в жертву». Раби Элизер, сын раби Йосиф Агелили, говорит «Играет может означать только убийство». Раби Азария сказал от имени Раби Леви, Ишмаэль сказал Ицхаку «Пойдем посмотрим нашу долю в поле». Ишмаэль бывало брал лук и стрелы и стрелял в Ицхака словно играя». Конец цитаты. Раби Леви не зря приводит оправдание Ишмаэля «Пойдем посмотрим нашу долю в поле». Я объясню этот момент чуть ниже, а вот что мы читаем в Танхума «Шмот 1». Когда Ишмаэлю было 15 лет, он начал приносить домой вырезанные изображения с рынка. Он играл с ними и поклонялся им, как видел у других. Именно тогда Сара увидела сына Агари египтянки Берешит 21.9 и сказала Аврааму «Удали эту рабыню вместе с ее сыном. Сын этой рабыни не разделит наследство с моим сыном Ицхаком». Там же стих 10 «Чтобы Ицхак не научился его путям». Сразу же после этого Авраам очень забеспокоился о своем сыне, но Господь сказал ему «Не беспокойся из-за мальчика, сделай все, что Сара говорит тебе, через Ицхака ты обретешь потомство». Там же стих 11-12 Конец цитаты. Авраам удалил из земли и других своих сыновей. Цитата «Авраам отдал все, что у него было Ицхаку, сыновьям наложниц он дал подарки. Тогда, когда он еще был жив, он выслал их в страну востока прочь от Ицхака». Берешит 25-5-6 Танхума подчеркивает «Он удалил их далеко от Ицхака». Авраам изгнал Ишмаэля и сыновей наложниц по двум причинам. Во-первых, чтобы дети Ицхака не научились от них злу. Во-вторых, чтобы рожденные в земле Израиля дети не начали думать, что она принадлежит им и не возненавидели Ицхака и его сына Израиля. Сара видела обе эти причины и потому добавила, сын этой рабыни не разделит наследство земли обетованной с Ицхаком. А раз так, то он будет всегда ненавидеть Ицхака и искать возможности убить его. Следовательно, Сара потребовала изгнать Ишмаэля из земли обетованной. Раби Шимон Бар-Йохай комментирует, берешит раба 53 11. В момент рождения Ицхака все были счастливы. Ишмаэль сказал им «Глупцы! Я первенец и возьму двойную часть!» Из ответа Сары Аврааму «Сын этой рабыни не разделит наследство с моим сыном. Мы узнаем отношения Ишмаэля». Конец цитаты. Очевидно, Сара требовала лишить Ишмаэля наследство по двум вышеуказанным причинам, чтобы Ицхак не научился его путям и чтобы оградить Ицхака от мести со стороны Ишмаэля, который однажды захочет вернуть себе землю. Далее в Танхуме говорится «Отсюда мы узнаем, что Авраам уступал Саре в пророческой силе». Конец цитаты. Глупая беспочвенная любовь искажает естественный ход вещей. Берешит Раба там же двенадцать так описывает нежелание Авраама выслать Ишмаэля. Это относится к фразе «закрывать свои глаза на зло» Ишаягу 33 15 Конец цитаты. Иными словами, неуместная любовь заставила Авраама закрыть глаза на зло Ишмаэля и разглядеть его смогла только Сара, высказав соответствующее пророчество. Сара поступила правильно, не пойдя по пути беспочвенной любви, и в конечном итоге Авраам изгнал и Ишмаэля и сыновей других наложниц. Но Ишмаэль и дальше продолжал ненавидеть Ицхака. Шмот Раба 5 1 Мы всегда знали, что Ишмаэль ненавидит Ицхака. Конец цитаты. Если тебя ненавидит собственный брат, не лучше ли жить от него подальше? Конечно, измаэльтяне не оставили и никогда не оставят притязаний на Эрц Исраэль. Санедрин 91 Алиф Комментарий В другой раз потомки Ишмаэля и Ктуры пришли с Израилем, чтобы судиться перед Александром Македонским. Они сказали Израилю «Эрц Исраэль твоя и наша, как сказано. Это летопись Ишмаэля сына Авраама». Берешит 25 12 «И это летопись Ицхака сына Авраама». Там же стих 19 Гевия Бен Писиса спросил их «Откуда вы берете доказательства?» Они ответили «Ис Торы». Тогда он сказал «Я тоже возьму доказательства только из Торы», ибо сказано «Авраам отдал все, что у него было Ицхаку. Сыновьям наложниц он дал подарки и выслал их». Берешит 25 5 6 «Если отец дает своим детям подарки как наследство в течение своей жизни и затем отсылает их друг от друга, может ли кто-то из них иметь жалобы друг против друга?» Конец цитаты. Он мог бы процитировать и другой стих. Берешит 17 19 21 «Как видим, даже спустя тысячу лет после смерти Ишмаэля, его потомки все еще заявляли о своих правах на землю. Они игнорируют как наши аргументы, так и положение Талмуда » Сан-Эдрин 59 бет об обрезании «Это Авраам, которому Тора изначально предписывает «Ты должен хранить мой завет, ты и твое потомство во всех их поколениях» Берешит 17 9 «Как насчет того, чтобы обязывать измаильтян обрезываться, поскольку они семя Авраамова?» Сказано «Через Ицхака ты обретешь потомство» Берешит 21 12 А нет цитаты «Итак Тора ясно учит, что только Ицхак, но не Ишмаэль, называется семенем Авраамовым. Однако интересуют ли измаильтян и другие народы, притязающие на землю нам обетованную наши аргументы? Это наши кровные враги, которые никогда не примут власть Израиля и Бога над этой землей, потому что им нет в ней места, а их жестокость и злобность, отметил Рамбам и Герет Тиман Рамбам Лаамб страница 183 «Вы, дорогие братья, знайте, что Бог, к сожалению, не спроверг нас к этому народу Ишмаэлю, который строит нам великие козни и ненавидит нас, как Бог и постановил о нас». Цитата «Наши враги совершат преступления против нас». Дворим 32 32 31 «Вы знаете, что у нас еще не было более страшного врага, и ни один народ не сделал больше, чтобы покорить и унизить нас? Даже царь Давид, когда видел в пророческом духе все беды, постигшие Израиль, начал скорбеть и сокрушаться о нечестивом народе измаильтян «Горе мне, что я живу на чужбине у Мешиха, пребываю среди шатров Кедара» Таилим 125 «Заметьте, что из всех потомков Ишмаэля он упоминает Кедара, это потому, что Мохаммед произошел от Кедара, насколько нам известно его происхождение. Более того, Даниил упомянул о нашем унижении и повинности только в контексте царства измаильтян, да скорее оно погибнет. Ишмаэль сбросил на землю некоторую часть воинства и звезд и попрал их» Даниил 8 10 «Мы по-прежнему страдаем от их господства, вероломства и обмана, которые превосходят грань человеческих сил». Конец цитаты. Вот что говорит о Рахаим о стихе Воикра 6.2 и о фразе «У очага жертвенника». Цитата. «Наблюдатель заметит, что элита измаильтян хуже, чем египетская, ибо когда египтяне держали евреев в рабстве, они их кормили и одевали. Мы знаем это из того, что наши мудрецы сказали о словах «Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно с огурцами» Бемидбар 11.5 «Все, что они ели, было бесплатно». С другой стороны, счастлив тот, кто не видел изгнания у измаильтян, ибо они порабощают евреев и делают их жизнь невыносимой. Мало того, что они не платят им зарплату, так они еще и их самих заставляют платить дань. Еврея лишают всего, что у него есть, и заставляют платить то, чего у него нет, и он должен пить эту чашу до самой смерти». Конец цитаты. Помимо всего сказанного, мы знаем, что незадолго до наступления мессианской эры Ишмаэль снова восстанет, чтобы сокрушить Израиль. Мы поговорим об этом ниже. Глава 29. Рамбам написал Илхот Абадазара 10.6 «Мы не принимаем кандидатов в Гер-Тошав за исключением времени, когда действуют юбилейные годы. В противном случае мы принимаем только настоящих обращенных». Конец цитаты. Эти слова согласуются с Арахин 29 Алиф. В другом месте Рамбам говорит «Мы принимаем кандидатов в Гер-Тошав только когда действует юбилей, но сегодня, даже если не еврей принимает всю Тору кроме одного пункта, мы не принимаем его». Конец цитаты. Среди комментаторов не было единодушия в том, что больше подчеркивается в этом законе Толмуда и в позиции Рамбама снисходительность или напротив жестокость. Поскольку сегодня юбилей не действует, неужели мы не можем принять Гер-Тошав даже если нееврей готов исполнять все семь ноевых законов. Если это так, то такому нееврею запрещено жить в Эрцисраэль. Это видно из Магид-Мишна, Гилхот и Сурей-Биа, там же, а также Минхот-Хенух, Митсва 94. Однако вполне возможно, что Рамбам хотел подчеркнуть снисходительность. Поскольку юбилея нет, невозможно принять ни еврея в суде, и, следовательно, мы считаем его Гер-Тошав без всякого суда. В пользу этой точки зрения и говорит Кесов Мишна, Илхот Авадазара 10.6. Кажется, Рамбам подразумевает, что если нееврей принял семь ноевых законов, тогда мы не препятствуем ему жить в Эр-Цесраэль. Смысл этого закона только в том, чтобы констатировать, что суды не принимают его. Конец цитаты. Есть и другие вопросы относительно статуса Гер-Тошав, по которым среди мудрецов нет единодушия. Всегда, когда мы говорим о неевреях, в Эр-Цесраэль, мы должны учитывать заповедь отделения от народов. Только оставив идолопоклонство, нееврей может жить в земле Израиля. Если он его оставляет, то он должен искренне признать Бога и его заповеди. Более того, он должен также выполнять семь ноевых законов, платить дань и исполнять повинности, и все это с полным пониманием того, что Эр-Цесраэль принадлежит еврейскому народу, а он, как иностранец, не имеет на нее никакого права. Если мы понимаем все это, нам совершенно не обязательно углубляться в тонкости полемихи комментаторов по поводу статуса Гер-Тошав. Главенствующий принцип обособленности требует, что все вышеперечисленные условия обязательны для выполнения любым неевреям, вне зависимости от того, принадлежит ли он к семи народам, другим народам или является Гер-Тошав. Вне зависимости от частностей, все комментаторы средневековья и нового времени единодушны в том, что никакой нееврей, в том числе Гер-Тошав, не может жить в Эрцисраэль без дани и повинности. Таким образом, ни один нееврей не равен еврею в Эрцисраэль, чтобы обладать землей и участвовать в ее судьбе, чтобы быть ее гражданином или занимать в ней руководящую должность. Земля находится в исключительной собственности еврейского народа. Заметим, что у нас есть все основания подозревать в идлопоклонстве ряд течений христианства, а тех, кто называет себя христианами и мусульманами, существует специальный закон. В частности, вот что говорит Рамбам Илхот Малахим 10.9 Нееврей, изучающий Тору, заслуживает смертного приговора. Он должен изучать только свои семь заповедей. Правило таково, мы не разрешаем им создавать себе новые религии или изобретать новые заповеди. Нееврей должен либо стать обращенным и принять все заповеди, либо оставаться со своими собственными учениями, семью заповедями и не прибавлять и не убавлять от них. Конец цитаты. Как верны слова Рамбама. Если нееврей принимает семь заповедей в составе какой-то новой религии, он по сути заявляет, что Торамоше неверно. Заявление о том, что Бог создал какую-то новую религию, есть высшая ложь и восстание против святого Бога Израиля, будь он благословен. Всякий, кто отрицает Божью Тору, как она была дана через Моше, отрицает и Бога. Такой человек не может иметь статус Гер-Тошав. Если нееврей заслуживает смерти даже за изучение Божьих заповедей, например, Шабата, то насколько же больше он виновен, если создает новую религию, пусть даже включающую законы Ноя. Поскольку он заявляет, что это истинная религия, он восстает против Бога и Торы и не может жить в земле Израиля. Раби Цвихайо спишет об этом в Кунтр-Сахарон. Если же нееврей принимает галахические условия, то мы должны поддерживать и уважать его. Обманывать и унижать такого нееврея запрещено. Иерусалимский Талмуд Евамот 8.1 Он равен Израилю в трех вещах. Первое. В запрете вымогательства, как сказано, не удерживай платы бедного и нуждающегося наемного работника, неважно он из твоих братьев или обращенный в твоих воротах. Дворим 24.14 В твоих воротах имеется в виду Герто-Шаф. Второе. Он равен Израилю в запрете против злоупотреблений в отношении сбежавшего раба, который приравнивается к Герто-Шаф, говорится «Ты не должен ранить его чувства». Дворим 23.17 Третье. Он равен Израилю в том, что он убегает в города-убежище, как и еврей. Как еврей, случайно убивший другого еврея, отправляется в изгнание, также и Герто-Шаф, убивший другого Герто-Шаф. Конец цитаты. Рамбам пишет в Илхот Малахим 10.12 «Я думаю, что мы должны относиться к Герто-Шаф с добротой и любезностью, как и к еврею». Конец цитаты. «Это прямая заповедь, и если кто-то унижает Герто-Шаф, он хулит имя неба и отвергает Божьи заповеди». Итак, резюмируем. Эрцисраэль дана еврейскому народу, чтобы он смог изолироваться, отделиться от других народов и их культур. Соответственно, если какой-то нееврей хочет жить в Эрцисраэль, он должен соответствовать определенным условиям и освящать имя Бога. Эти условия констатируют его неравный статус в земле Израиля и принимая их, он показывает, что согласен с этим статусом. Вот эти условия дань, повинность, отказ от идолопоклонства и семь законов Ноя. Помимо этого, ему нельзя жить на границе, в Иерусалиме, в еврейском городе, и мы не можем продавать и сдавать ему в аренду дома и земельные участки. Эти законы призваны гарантировать, что нееврей отделен от еврейского общества и живет собственной новой жизнью с ярмом неба и семью ноевыми законами. На этих условиях в земле Израиля может жить представитель любого народа, кроме тех, что подобны ханнеям и измаильтянам, считающих израильтян ворами. Такие народы упустили шанс подчиниться Израилю, когда выступили против него войной. Сейчас у них остается только две альтернативы либо покинуть землю, либо погибнуть согласно закону не оставляй никого в живых. Дворим 20 16 17